На агрессоров наденут браслеты. Сегодня в генинспекторате полиции представили первые в Молдове электронные устройства, цель которых защитить потенциальную жертву от агрессора. Речь о двух механизмах слежения. Первый браслет надевается на руку или ногу того, кто был улечен в домашнем насилии. Второй, небольшой портативный детектор, выдается его жертве. В момент, когда агрессор приближается, приборы срабатывают. Жертва получает оповещение на мобильной о приближении опасности, а обидчик – звуковой сигнал, что дальше идти нельзя. Несколько лет назад в молдавскую юридическую практику ввели новшество, призванное защитить жертв домашнего насилия. По предписанию суда, обидчику запрещается на определенное время приближаться к пострадавшему. Зачастую, мера так и оставалась на бумаге. Не умеющих справляться с эмоциями граждан, как магнитом тянуло отомстить жертве, посмевшей пожаловаться в полицию. Становилось только хуже. Из-за этого многие предпочитали скрывать издевательства. Среди 1650 случаев de violencia в семье confirmаты как инфракции и contravenции. По паркурсу только 8 дней до 2020 года. Партия латентой, по поводу гражданства, по поводу гражданства, по поводу гражданства или по поводу гражданства, по поводу гражданства, по поводу гражданства, положенного услышит пронзительный сигнал. Партия латентой, по поводу гражданства, по поводу гражданства, по поводу гражданства. Поведение приходит не только жертвею, которой есть время спрятаться, но и в нацинспекторат полиции, а также ближайшему экипажу. Инспекторы позвонят агресору, чтобы узнать, было ли нарушение дистанции случайным или намеренным. В случае последнего сотрудники немедленно отправятся на место происшествия. Звонок может сделать и сама жертва, получив СМС о приближении обидчика. Одной семье при необходимости могут выдать несколько трекеров. Например, если отец любил махать кулаками и учить тумаками не только супругу, но и детей, то гаджет нужен каждому из них. Поскольку никогда не знаешь, где можно встретить агрессора – в магазине, транспорте или возле дома, важно всегда это устройство брать с собой. Его можно положить в сумочку или даже карман. В свою очередь, трекер на агрессоре должен находиться постоянно в течение периода, обозначенного судом – от 30 дней до трёх месяцев. Попытка снять, испортить или пропустить зарядку устройства является нарушением. Закон, обязывающий носить электронные прослеты, вступает в силу с 3 января 2021 года.